В нашей жизни мы часто обращаемся к кому-то и спрашиваем, что нам делать, что мне теперь делать? И таким же вопросом как-то обратились люди к одному человеку. Евангелие от Луки, 3 глава, с 8 стиха будем читать. Люди обращаются к Иоанну Крестителю. Иоанн Крестителю сейчас обращается к людям и говорит, «Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте, говорит в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму. Уже из секира при корне дерева лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал ее народ, что же нам делать? Иоанн, обращаясь к людям, говорит, что «Сотворите достойные плоды покаяния, и не думайте, говорит в себе, отец у нас Авраам». Израильский народ был тот народ, который надеялся на свое родословное, надеялся на то, что они дети Авраама, что Бог обязательно будет с ними. И для них было покаяние, потому что им нужно было отвернуться от идола, которому народ уже служил на то время, на то время народ очень отошел от Бога. Бог уже 400 лет не обращается к израильскому народу, нет пророков. И тут Иоанн появляется, и он проповедует в пустыне покаяния, крещение. И говорит, что «Не думайте, не надейтесь на то, что вы дети Авраама. Вам лично нужно иметь отношение с Богом». И дальше люди у него спрашивают, что же нам теперь делать? Те, которые уже покаялись, те, которые крестились, и что же он говорит теперь им делать? Он говорит им в ответ, «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же». Одна категория людей, которые там были, его слышали, что делись добром, помогать другим. Пришли и мытари креститься, и сказали ему, «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им, «Ничего не требуйте более определенного вам». Мытари – это были те, которые собирали подать налоги. И если вспомнить историю про Закхея, который говорит, что «Кому я должен, я вчетверо вас дам, кому чем обидел, так же заплачу». То есть это были те люди, которые они брали с лихвой и нечестно поступали. И здесь Христос, Иоанн им говорит, что же им нужно делать. И Он говорит, что «Ничего не требуйте более определенного вам». То есть то, что вам определено, то пусть и будет. Не требуйте более того. Дальше к нему еще приходят люди другие. И читаем 14 стих. «И спрашивали также и воины, а нам что делать?» И сказал им, «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Такое то, что было минусовой, по всей видимости, в жизни воинов того времени. Если вспомнить ту ситуацию, когда воины, узнав точно, что Христос воскрес, что Он вышел из могил, что Его нет там, что Он живой теперь. Но когда им заплатили деньги, то они пошли рассказать, что «Не-не, ученики Его украли». И это, по всей видимости, было свойственное, поэтому Иоанн говорит, чтобы они не клеветали, не обижали, довольствовались своим жалованием тем, что у них есть. Так вот, люди, обращаясь к Иоанну, говорят, что же нам теперь делать? Мы теперь отвернулись от своих, хотим повернуться к Богу, что же нам теперь делать? Но на страницах Писания мы можем найти еще этот вопрос, который задавали люди не только Иоанну Крестителю. Если взять Евангелие от Луки, 10 глава, 25 стих, там такие слова. «Вот один законник встал, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И дальше Христос у него спрашивает о том, что «Как ты читаешь в законе?» Он отвечает ему, что «Возлюби Господа Бога твоим сердцем, душою». И Христос в 28 стихе говорит, что «Так поступай, и будешь жить». Ты знаешь, как написано в Слове Божьем. Вот поступай по Слову Божьему. И в этом был ответ на его вопрос, что ему нужно было делать. Что поступай по Слову Божьему, и будешь жить. Мы имеем Слово Божье, и нас Христос учит, что «Читайте, поступайте, и будете жить». Также в Иоанна Леотеана, в 6 главе, 28 стихом, Христос обращается и сказали Ему, «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие, хорошее желание». Как творить что-то, может быть, какие-то действия нужно было. Он говорит, а очень важно, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. В кого? В Иисуса Христа. Чтобы они веровали, что Он тот Мессия, тот Христос, которого Бог обещал послать Спасителем в этот мир. Он говорит, кажется, вроде такое простое, чтобы вы веровали. Но как много людей, которые, так как, это слишком просто, надо что-то делать. Христос говорит, что «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Когда в книге «Деяния» мы читаем, что проповедовал Петр, люди слушали Его Слово, и потом они обращаются к Нему и говорят, что «Что же нам теперь делать?» И Петр, это «Деяние», 2 глава, 38 стих. Петр же сказал им, «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Говорит, очень важно то, что когда человек понимает свое положение греховное пред Богом, что «Покайся, повернись к Богу, и получишь прощение грехов». И что-то подобное мы читаем и в книге «Деяния» 16, 30 стихом, когда сотник вывел Павла, вывел их вон и сказал, «Государь мой, что мне делать, чтобы спастись?» Он же сказал, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты, и весь дом твой». Извините слово Божье. Много находим тех примеров, когда люди задавались вопросом, не друг друга задавали к Богу, что же нам делать, спрашивали у Христа, спрашивали у людей, у апостолов, и они всегда направили к Богу, к Иисусу Христу. Что же мне делать, чтобы наследить жизнь вечную? Поступай в описание. Что же делать, чтобы спастись? Покайся, веруй в Евангелие, веруй в Иисуса Христа. Вот дело Божье. И когда Иоанн проповедовал, он говорил также о том, что им нужно было делать людям. Нужно было отвернуться от своих греховных поступков и поступать по воле Божьей, по Слову Божьему. И для нас также принято, что мы часто задаем себе вопрос, а что же теперь мне делать, как поступать? И я уверен в том, что мы можем всегда найти ответ в Слове Божьем. Мы можем видеть примеры тех людей, которые были в той или другой ситуации, как они поступали. Когда Павел, он понял, что Христос – это Господь, что это Спаситель, то он обратился к нему, что мне теперь делать? Он был готов. И Христос ему говорил о том, что иди в город, и тебе будет сказано, что тебе нужно будет делать. Читаем Писание, и нам через Писание Бог будет открывать, что нам нужно делать. То давайте, как можно больше уделять время для того, чтобы читать Писание. И когда мы задаем себе вопрос к Богу, что же мне делать? Что же делать в этой ситуации? Что делать в этой? Давайте искать ответы в Слове Божьем. И Господь нам обязательно ответит. Самый важный тот вопрос, который, можно сказать, каждый человек. Потому что, что же мне делать, чтобы спастись? И Писание говорит, что веруй в Господу Христа, и спасёшься ты, и дом твой. Аминь.